господи иисусе христе сыне божий помилуй нас аминь номер 408 события дня матсея 19 8 а сначала не было так 23 января 2016 года наталья в дорогой гнатин скрывая фамилию потому что недруги там разные скоротовские бешеные псы совершенно сумасшедшие бесноватые кидаются на этих людей заливает грязью даже ну видно что не по зубам не понимает это безбожники чашка больные не только телом но и духом я такого не слыхала не видал на любого кого-то к фамилию узнает сразу разыскивает и начинает бесноваться это что и взяла частое причащение якобы из баптистов пришли враги вторглись православие их не видят придерживать при себе их как бешеных собак придет время бог будет вешать дальше дорогой гнатий тихонович поздравляем вас с днем общины вас беспокоят брат андрей и сестра наталья уже православные что означает слово уже православное то есть до этого были не православные протестанты сектанты вот это идет миссионерская работа они же этого ничего не знают понятия не имеют если есть немного времени хотелось бы немножко пообщаться нуждаемся в вашем совете с любовью божьей но я когда дал пришел с улицы сигнал видимо ушей на работу не было и ночью звонили видно неоднократно но ночью я не могу разговаривать а сижу здесь отвечать нельзя у люди отдыхают юрий соболев мир вашему дому игнатий тихонович на меднии появилась такая мысль кто был кто же более не угоден сатане православные или христиане еретики даже не придумаешь еще надо какие кто больше сатане не угоден такой вопрос знаете это ставили иезуиты казуисты они спорили сколько демонов помещается на кончике иглы одни доказывали 4 другие доказывали 4 тысячи это целые дискуссии были или есть у женщины душа или нет и голосовали 270 проголосовали нет а 271 проголосовал что все-таки есть мужчина из чего состоит ну тело душа и паспорт тут уже и мужчина а женщина ищего тело паспорт и платье вот какой лодунг вывели поехали с одной стороны ответ должен быть очевиден православные вот даже никогда никогда такой вопрос не слышал даже с другой это весьма не очевидно ибо сектанты любят и читают слово божие благовествуют в отличие от большинства православных но не является божественным установлением и их церкви кавычках лишь декорации это говорит они свое он говорит о том как принято у православных но допустим враг кого больше не любит но больше всего кого тот кто ему ущерб приносит говорят когда маринеску потопил там у него 8 тысяч человек только на двух кораблях погибло немцев гитлер объявил его личным врагом на то разговор только этого не было больше кого ненавидел это левитана юрия после сталина первый стоял он сводка совы информбюро кто больше всего приносит ущерба то есть через кого больше людей приходит к истине вот тут мы можем так поставить он уже плотную подошел этого вопроса молодец так православная же церковь суть установления христа но замкнутость в собственных пределах минимум благовестия участие причастия невозрожденных разве сие не угодно главному предблагопротивнику тоже ответ очевидный паритет на всех на весах сатаны как же быть рецептура забота такая вот вопрос такой а как же быть сколько же на одной иголке демона помещается с копытами и хвостами рецептура наверное только одна выраженная отцом андреем кураевым к вышке открыты смесь баптизма и старобрядчества он обо мне сказал возможно ли такое трудоисполнимо он так вопроса не стоит возможно ли такое такое смесь баптизма старобрядчества возможно ну понятно ну знак вопроса не помешал бы трудно исполнимо но возможно вопросы задал то я говорю голова говорит квадратная будет вот смысл такой павел горит я для всех сделал совсем что приобрести некоторых в моей жизни практически ну может быть несколько человек на одной руке только чуть-чуть похоже на это нет а мне это было дано в первый же день для всех сделал совсем что приобрести некоторых вот и все вот это тоже самое только в другом варианте кто больше не угодит тот кто больше ему наносит ущерб через кого больше людей приходит вы если на птик танках сразу отпадают они их выводят в ересь все промассонина наденьте на них платки снимите с них галстуки застегните верхнюю пуговица на рубашке не получится почему а это масонский образ масонский дресс-код и они не понимают вообще она поет и все в этом усложнении да все поют но только вот споткнулись и самолет они с песами вместе и так так будет последний день не церковь а раз не церковь значит говорить не то есть отдельные личности вот а что он сказал андрей кураев смесь баптизма что любовь к библии что смесь старообрящества строгое исполнение канонов и он это выразил так вот а люди это не понимают ухватили смесь баптизма смесь баптизма он слова-то эти кинул а разъясения то не дал и поэтому они увидели что он к андрей камни враждебно расположен отнюдь после этого он еще один раз говорил нисколько самое доброе расположение роман горбунов я сказал кто вот эти вот которые люди приходят допустим они фарисея из фарисея получился апостол и не один а из саддукеев никого нет саддукея это сектанты фарисея это православное к истине к любви к слову божию у старообрядца праздник приходится ли вы к слову божию да нет нетерпимость ни для кого он там палец не так прижми но сказали одним пальцем крестись только чтобы люди пришли никогда не пойдет но златоуст крестился одним пальцем и сами пишут это пишет ну федор ефимович мельников их идеолог пишет об этом о старообряществе считаем дальше если не трудно дайте ответ на вопрос есть ли наша воля когда мы видим сон то есть если я во сне совершай грех есть у меня во сне воля совершать либо не совершать этот грех надо исповедовать грехи совершенные во сне надо исповедать не туда ударение делаешь надо исповедовать грехи совершенной во сне я отвечаю простите свою совесть он отвечает совесть подсказывает что можно было проявить волю во сне и не совершать грех я хочу чтобы начало работать можно было руками не шевелить он да но я ведь могу и ошибаться я ему отвечаю дальше заметь какой ответ я даю тогда на растяжке тогда его тогда на растяжке а он отвечает что значит растяжки растяжки быстро отвечает он не успевает думать даже в ответ я отвечаю галатам 524 но те которые христовы распяли плоть со страстями и похотями понимая как растяжки как ложишься спать чтобы руки не шевелились не лезли куда не надо на растяжку тебя растянуть и все остальное ноги и чтобы ты не двигался на растяжке а что это означает распятый то есть видишь какой-то двойной смысл называется экстраполировать события в переносе во времени и вместе павел васильев больше этого не ответил игнатий тихонович ответьте мне на вопрос который мучает меня много лет я был крещен в 1 1999 году в тюрьме города курска хорошо слушайте где сидел за избиение человека не было 19 полных лет это не случайно он говорит что 19 полных лет молодец за что сидел вот это нормально то я сидел никогда не говорит с таким разговора нету он мошенник крещен без веры мать пришла к священнику он сказал немедленно меня крестить еще не даже не видео немедленно крестить я верю что это православный поп мать написала мне письмо где ясно намекнула или принимаешь крещение или передач более не будет не будет ни чаю тебе не будет ни табака ничего не будет больше тебе я согласился в страхе и трепете пишу корыстный мотив златоуст однозначно говорит человек крестит а бог не крестит меня крестил священник рпц в тюрьме в особой комнате крестными в кавычках у меня были два других разбойника здорово как картина какая молодец пишет открыто вот это я люблю я ничего не помню окропление или поливание помазывали или не помазали как в тумане мое отношение к крещению было несерьезным но теперь папа спросить как когда турки так крестят без веры собор епископа признал недействительно в полное погружение а в тюрьме не было полного погружения даже этого не было ни веры нет ни кто будет веровать и креститься здесь нет ни веры ни крещения нет ничего нету обман через две недели случилось чудо я сильно заболел меня водили на уколы и однажды уголовники которые прежде меня приблизили вдруг избили меня по ложному обвинения нею наверно стукачестве я был единственным кого в те дни выводили из камеры я был слава богу навсегда извержен из среды их через пять месяцев второе чудо приговор два года неожиданно отменили и у меня выпустили всего я пробыл в тюрьме ровно девять месяцев как в утробе указание на рождение молодец он мне уже понравился 2007 года я признал бога стал ходить в церковь на храм и причащаться один-два раза в год 2011 года я стал слышать ушами слова божие описание которое стало мучить и резать меня по живому принял евангелие иисуса христа всем своим разумением в храме мне что-то мешать стоять молиться долго не могу на символе веры почему-то задыхаюсь не могу понять это от лени и греховности или мне что-то не а ты ливание греховность или мне что-то не да ну свыше дар крещения всегда в грехах своих с одной стороны многих христиан массе или в тюрьмах облевательно не обливательно облеватель этоape раздеть надо три ведра вылить на него от обливание а как он наблит был, плеснули на него или ладошкой он даже не раздетый был, ничего обливания не было, не было а только был мокрой ладошкой, прикоснулся это даже, ну, к окроплению можно сказать, так не к окроплению, а к окроплению кропленной карты, то есть пометил его сатана с другой стороны, меня крестили без веры, с третьей стороны до 20 лет, Господь не вменяет юношам неверия в грех первый раз слышу такое, до 20 лет можно грешить, купаться и Бог не вменяет это я уже вставил вставку, он указал числа 14-29, в пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше которые роптали на меня? там нигде не написано, что они невиновны были милость Божия, чтобы продлить род еврейский но кто-то это ему сказал и думаю, это поповская до 20 лет когда в 16 лет уже сажают малолеток сажают зачем бы его сажали-то, отправляли в колонию или везде а мне было 19 лет с четвертой стороны, у меня корыстный, нечестивый мотив я в нем покаялся со слезами в 2016 году совсем запутался священники, кого спрашивал, все признают мое крещение ну так он сам такой поп, не крещеный поп, как у Лескова Николая Семеновича к епископу пока не ходил Игнатий Тихонович, прошу, ответьте мне Духом Святым и по Писанию меня крестили или нет вот так женился или нет Игла, явные признаки подожди, понимаешь как это обручение Христу Павел у невесты он говорит, и человек спрашивает так венчанной или не венчанной как на свадьбе один говорит, свадьба кончилась к утру не могу невесту найти, где она спит ночь прошла он не знает где и кого взял-то как было, по пьянке дальше я отвечаю так, явные признаки беснования на исповедь и дети ходят и грех вменяется в ответственность иногда из пяти лет место из Святой Библии привели надуманно и глупо крещение без веры, обман со всех сторон о действительности его спросите себя и епископа все все, Ксения Ю дорогой я фамилию не спрятал то есть она ее пишет но я боюсь, потому что там изверги изверги патриаршие миссионерские изверги дорогой, драгоценнейший Игнатий Тихонович спаси Христос ваши слова, наставления поучения самый лучший подарок для меня ну пускай добьются эти, которые там Дворкин или кто-то вот такой, я их не знаю, не встречал люди приняли слово? да ваши слова мои не слова не мои, они Божьи благодарю за ресурсы и ссылки на видео которые вы отправили слава Богу за все и за вас Римлянам 1 глава 8 стих прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас что вера ваша возвещается во всем мире это вот они пишут тоже видите как это значит коснулось коснулось очень крепко ну и далее мы посмотрим наши ресурсы за один день что главный потом будет первое это мой мир вот я в шапке здесь вот здесь вот вверху вот вверху вот это вот к истине два ну собачка Mail.ru это мой почтовый ящик можно тут сюда писать здесь очень богатый ресурс одних видео пять тысяч сто тридцать один и фотографии семнадцать тысяч девятьсот семьдесят одна наша фотография я вот сейчас даже еще прокручу и посмотрю какой последний ролик будет занятия по скайпу вот смотри сегодня поставил уже перенес оттуда раз второе событие дня два вот вчера которые там разговаривали по телефону-то здесь двое уже есть если праведник едва спасается день счастья выявится три четыре батюшка пять Валентина Сартисон дала надпись что там пишет Бог вам в помощь дорогой отец Иоаким да укрепит вас Господь и даст много сил трудиться она в Германии живет Валентина Дмитриевна вот за немца вышла туда уехала ну там и живет там и дочерь у нее приезжала принимала крещение прекрасные люди мы сколько раз через Германию проезжали обратно ну где-то за вороты делали из Португалии туда ехали всегда у них останавливались туда не останавливались потому что мы югом прошли через Италию она приезжала здесь ну и вот пожалуйста шесть роликов шесть теперь вот большой у нас ресурс православный форум одолевают меня роботы заходят как они проходят через какой пароль надо здесь вчера около тридцати зашло и каждого надо поймать и выкинуть ох мне до того тошно это но ничего пока сделать не могу ну и очень большой у нас православный видеоканал подписчиков сколько 5950 просмотров 5 миллионов 283 681 нас замечают но это совсем совсем мало не сравнишь там с Кураевым там это за один день может у них столько посещаемость но у нас клиентура постоянная и вот они заходите вот так называется православный видеоканал открытым оком во свете Библии заходите ну вот где-то тут бывает маленькие такие еще-то я не знаю или исчезли или вот на эту надо ткнуть на каждой должно она появляться здесь нету там наверное то откроется где надо ну и огромный первый с чего началось во свете Библии православный библейский сайт вот с чего началось все первое воскресенье феврале месяце то есть через воскресенье у нас будет день сайта отмечается день сайта тут будет все сказано я считаю самое ценное здесь тут очень много около 50 книг насчитано аудио 41 книга нашей книги нашей тут чужого нету и 4124 ответа и мы сейчас по ответам отвечаем разбитые по теме 55 папок вот открывает церковь сейчас мы пойдем вот как контролла выделяю контролл с копирую открываем вортовскую страницу контролл В контролла и на 20 размер шрифта вот теперь мы начинаем вот посмотрим вопрос вопрос 1547 это вопросы которые мне задавали в школах я около 13 школах вел занятия здесь в других городах в институтах университетах по радио в милиции воинские части и везде мне записки подавали вопросы в писемном виде я не все слышу но это да задавали вопросы как правило в барнаульских университетах вопросы очень сильные потому что люди ходили у нас много знали 1 коринфянам 1.18 ибо слово крестей для погибающих юродство есть а для нас спасаемых сила божия поясните пожалуй это место ведь во всей библии юродство упоминается всего три раза в том числе в ветхом завете 1 царств 21.15 разве мало у меня сумасшедших чтобы привели его чтобы он юродствовал предо мною и как мы видим из старозакония 28.28 поразить тебя господь сумасшествием слепотою и оцепенением сердца сумасшествие юродство есть кара господня ответ по меркам сегодняшнего лжеправославия это самый настоящий крамольный вопрос и даже с наскоком из ветхого завета ответ какой почему наши занятия пользуются очень большой популярностью где были занятия кто вел оттуда люди буквально в один день переходили к нам это бог делает так вот так его и определяют патриоты кавычках святой руси юродство почему святой руси в кавычках потому что нет святой руси это обман дальше юродство означает дурость глупость и никогда юродство не считалось положительным качеством ни у бога ни у людей и вдруг утеряв священное писание забросив проповеди скучающие в пустынях монахи изобрели способ протеста против умничающего мира придурковатость безумия под видом этих непривлекательных а отталкивающих качеств надумали обличать мир и более того угождать богу отрицающему глупость называющемуся премудростью возьмите показывает Ивана Грозного у юродива подскочит к нему во время поста подошел и дает ему мясо он говорит сейчас пост съесть нельзя а людей ты каждый день по 500 человек казнись сжираешь не боишься и в толпу и в толпу юркнул сразу поймали царь сказал нельзя еродивый даже царь боялся их Иван Грозный премудрый Соломон 728 ибо бог никого не любит кроме живущего с премудростью я когда это место показываю так аж понимаешь головами крутят до того не нравится премудрый Соломон 728 ибо бог никого не любит кроме живущего с премудростью вот так не верят бог всех любит бог любит грешников он ненавидит грешников он убивает их это все обман сектантский премудрый Соломон 18 ибо они презрев премудрость не только повредили себе тем что не познали добра но и оставили живущим память о своем безумии дабы не могли скрыть того в чем заблуждались заблудились как говорил Петр Первый то как у подчиненного должен вид какой быть лихой и придурковатый и даже более того возвысили глупость над мудростью и грамотностью и наконец стали звать эту дикость и дурость величайшим видом подвига а дальше и вовсе заблудившись в этой дурости захлебнулись в ней и изглобололили что из тысяч юродивых только один настоящий придурок приехали это 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 Терафим Саровский сказал это не я сказал столько они мучились они в холоде были еще только не делали ругались матерились еще только не делали это все принималось каким-то вывертом вот Николай Гурьянов у него кот был ну старик развитие это какое сидит на одном месте кот пришел два дня не было сидит его гладит а там приемные сколько священник один сидит он слышит эх ты наконец-то пришел сколько тебя ждать может блудяга ты такой а тот сидит и в самом деле священник он во всех грехах обличает прозрительный отец Николай а он коту говорит коту потом-то и разобрались а этот кот-то блудливый сидит в рясе рядом-то это все ко мне сказано было ну и все и тут же добавляют что нигде в мире не было столько юродивых умышленно ревнувшихся как в православии да в этом и вовсе уже не трудно сегодня убедиться когда побеседуешь с православными архиереями или батюшками вот такие мы умные а бог называет этот вид казни юродство сумасшествие как одно из самых чудовищных наказаний за богоступничество понимаете какие ответы ну кто будет отвечать сегодня которые в интернете тут много отмечают да они никогда не ответят на этот вопрос они прославят юродство так так бог и поразил православных за отступление от слова его и за отступление от проповеди очень и очень уж похоже что юродство это казнь от бога на православных лишил бог разума проповедь о христе о воскресении из мертвых что спасение возможно только через заместительную жертву сына божия ставшего сыном человеческим всегда казалось миру языческому безумием юродством сумасшествия деяния 26-24 когда он так защищался фест громким голосом сказал безумствуешь ты павел большая ученость доводит тебя до сумасшествия я добавляю стихотворение одно послушайте какое строительный отвес ну что можно сказать строительный отвес стихотворение тем более это мои стихотворения я строитель что можно напротив строчки взято место из писания откуда это взято каждая строчка местом писания видите сколько каждое стихотворение ну я его называю проповедь в стихах 9 куплетов по 4 строчки 36 раз надо открыть Библию при том где 4 отцарств Песня песней, Серахов, Иеремия, Исаев, Таразакония, притча, и видно, что по всей Библии Дьякон возглашает, премудрость, вон мем, четвертая, а, ладно То значит, распрямитесь, встаньте прямо Не в дремоте, как боевые кони, готовые в бой через брустверы и ямы Все меры жадности искривила чинна, подменай гирь у продавца в суме Уменьшили длину по своему оршину, напишут три, впотай, один в уме Но никому никогда не снилось уменьшить тяготение земли Таков закон, здесь ждите лева милость, отвесом все, чтоб выверить могли И нашу жизнь, стояние пред Богом, ни люди грешные под нынешний момент Ни дохлая мораль, ни поэтичность слога, наклон любой отвес сведет на нет Стоим ли прямо с Библией сверяйся, и не склонись под чуждое ярмо Для выгоды своей шушукается рясы, интеллигенция давно ушла в дерьмо Отвес строительный на тоником шнуре, мы по нему свой сноп поставим прямо Ограду выправь на своем дворе, кто не стоял, по смерти примут сраму На высоте не устоит подпорка, завалится лжевера без канонов Искусством оправдания всегдашней оговоркой Корабль не спасти, что кверху дном утонет Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе Размолоти преграды прилживейших словес И будешь во главе, а не плестись в хвосте Евангелие, вот единственный отвес 10 сентября 2001 года Видите, иногда даже напротив строчки по два места писания Вот сколько здесь идет Так, ну, а о чем здесь решта идет? Закрыть надо Про юродство Юродство Так, ну и давай закроем церковь Подожди, церковь, юродство Все Меня То, что встречаем Где Сразу же интересует Вот сейчас мы найдем Строительный отвес В интернете Так, сейчас запиши вот сюда Так, обожди Лучше через канал искать сразу Ага, ты прав Да Ты прав на 100% Так, теперь Давай Строительный отвес Название песни Это строительный отвес Еще ты найдешь Вот так Давайте Вот она Уже зашли Строительный отвес Михей Стихи Игнатия Лапкина Накострение Бойки Строительный отвес Видите И все От строительного Отвес Что-то там булька Где-то Это все К нам идет Это На наши Выходят ресурсы Ну давай Строительный отвес Дьякон Дьякон возглашает Премудрость Вон Значит Распримитесь Станьте Прямо Не в дремоте Как Боевые Кони Готовы Бой Через Брустверы И ямы Все Меры Жадности Скривила Чина Подмена Гирь у продавца В суме Уменьшили длину По своему Аршину Напишут Три Впадай Один в уме Восстань Россия Прямо Стоянием Во Христе Размолоти Преграды Прилживейших Словес И будешь Во главе А не Не плестись Хвостем Евангелие Вот единственный Отвес Евангелие Вот единственный Отвес Но никому И никогда Не снилось Уменьшить Тяготение Земли Каков закон Здесь Ждители Ломилость Отвесом Все Чтоб Вы верить Могли И нашу Жизнь Стояние Пред Богом Не люди Грешны Под нынешний Момент Не дохлая Мораль Не поэтично Слога Наклон Любой Отвес Сведет На нет Восстань Россия Прямо Стоянием Во Христе Размолоти Преграды Прилживейших Словес И будешь Во главе А не Плестись В хвосте Евангелие Вот единственный Отвес Евангелие Вот единственный Отвес Стоим Стоим Отвес Евангелие Вот единственный Отвес 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 Стоим Отвес Отвес Евангелие Отвес Святой Руси Давай-ка еще раз Заведем Вот это не тут Святая Русь Надо завести Вот здесь вот Святая Русь Виктор Виктор талантливый Наш бард Композитор Все это он завел сюда Беспорядок в храме Святая Русь О Вот послушайте Святая Русь Святая в кавычках Так-так А у нас тут нету Чему вы обольщаете Самвона С подмозда Кушафота У Кремля Что будет мир И рухнет Храм Дагона Заплодоносит Мертвая земля Вы говорите Об лове России Царях великих Собиравших Русь Что всех иуд Повесят на сине Но я обратно Я вам предсказать берусь Святая Русь Нас заклинают хором Святая Русь Жила и будет жить И детям нашим Не видать позора Их будущее Больше не страши Не знаю для чего Так лгать Завучено Цветастно И искусно Прислушайся За каждым словом Бать Печаль веков щадит И сердце пусто О Боже Проповедникам Пришли Служение Богу На родном На русском Крещение Духом Модное В крови Тернистый путь И вход Уж очень Узкий Не верится Не верить вам Грешно Опровергать Здесь нечего Напрасно Во всем всегда Одно большое Но Мы говорим Не об одном А разном Величие России Не в тюрьме Не в тысяче Километровое пространство Но в покаянии И в сердце И в уме Пусть маленькое Но христово Братство О Боже Проповедников Пришли Служение Богу На родном На русском Крещение Духом Модное В крови Тернистый путь И вход Уж очень Узкий Святая Русь Как-то была Святая Скажите Дату Срок Имена Во свете Библии Матетика Растает Останется Виновина Война Хватали Все От севера До юга На порт Артура Оску Островов Все Подгребли Саутом И в югу И распланили Не христе Воров О Боже Проповедников Пришли Служение Богу На родном На русском Крещение Духом Модное В крови Тернистый Путь И вход Уж Очень Узкий Кто хуже Нас Сокровища Земные Транжирит Жет И рубит По весне Мы Опостылили От века И до ныне Прибалтике Татарам И Чечне На нашей земле Вожделенье Зависть Облизываясь Смотрит Миллиард Весь Мусульманский Мир Там Добровольцев Запись У нас Отнель За счастье Каждый Рад О Боже Проповедников Пришли Служение Богу На родном На русском Крещение Духом Модное В крови Тернистый Путь И вход Уж Очень Узкий Тогда Исполнив Веренная Нам Не Русь Святая А герои Веры В народы Понесут Евангельский Бальзам От коммунистической Заразы Ехимеры К чему вы Обольщаете Самвона Вот так Поехали Дальше Помянули Там Два Вот Эти События Сразу Мы Даем Уже Воплощенная В песне Так Так Теперь Видишь Сколько Приходится Раздвигать Вставлять Ну и Это мы Сделаем Как Можем Двадцатый Считай Вопрос 1551 Шестой Том Открытым Оком Иов 39 34 Вот Я Уничтожен Что буду Я отвечать Тебе Руку мою Полагаю На уста Мои Толкование Не толкование Этот вопрос Не обличает ли нас Господь Через праведного Иова В нашем поведении В храмах Молитвах Ни соблюдении Тишины Ни до начала Богослужения Ни после Ответ Перед величием Божиим Которое вдруг Явилось перед Иовом В разговоре с Богом Он и осознал Себя полным Ничтожеством Что-то лопотал Что-то доказывал Но вот Свет вспыхнул И увидел он себя В такой нищете И в такой Грязи Что поперхнулся И руками Даже зажал Свой рот И закрутил Головой Ни-ни Чтобы я еще Что-то сказал Свою защиту Да упаси Бог Сколько говорил Говорил-то Это Не о храмовом Нашем беспутствии Сказано Но если мы Самооправдываемся Тогда наши молитвы Могут Так вот и Закончить С этим припевом Иова Увидеть Своё ничтожество И скотскость Помогает Богослужение Где священное писание Разъясняется Через проповедь Солом 72 17 22 Доколе не вошёл Я во святилище Божие И не разумел Конца их Тогда я был Невежда И не разумел Как скот Был я пред тобою Вот как Вот ответ какой Обязательно подтверждается Словом Божьем Библию Считает церковь Скотскость Как скот Был я пред тобою Это Давид Говорит Солмопевис О И опять Вносим Новая Вот теперь опять Ctrl-A Ctrl-S Скопировал Скопировал Теперь что мне нужно Вернуться назад Скопировал Закрыть Это свернуть Вордовскую страничку Открыть Теперь увеличить Шрифт И начать читать Вот так Поехали Вопрос 1597 Шестой том Открытым оком Мне всегда казалось Что верующие Это какие-то Особые люди Такие люди Которые зря Никогда не Осердятся И все у них Тихо и по любви А сейчас Поближе Познакомилась И вижу Что они так же Злятся И поносят Друг друга И очень часто Это делают Вообще Как бы без причины Например Вас поносят В газетах Церковных Батюшки и Епископ С чем это связано Это раньше Раньше было Это написано Вот это я отвечал 20 лет назад Допустим Это уже в церковной Печати И там меня Что так и не делали Их никого нету Притом ни одного Нету Все примерли Как ветром Говорит Слизнуло Верующих Сатана Еще больше Искушает На грех Наводит Откровение 12.4 Хвост Его влек С неба Третью часть Звезд И поверг Их на землю Дракон Сей стал Перед женою Который Надлежало Родить Дабы Когда она Родит Пожрать Ее Младенца Но все равно Сказать Что верующие Ничем Не отличаются От неверующих Так говорить Значит Очень по крупному Ошибиться И быть Наказанным От этих Безбожников Хвалим их тобой Матфея 10.16 Вот я посылаю Вас Как овец Среди волков Филиппийцам 2.15 Чтобы вам Быть Неукоризненными И чистыми Чадами Божьими Непорочными Среди Строптивого И развращенного Рода В котором Вы сияете Как светило В мире Это Общеизвестный Закон Если душа Родилась Свыше Вадима Духом Божьим То она Боится Любого Греха И умышленно С грехом Не братается 1. Иоанна 3.9 Всякий Рожденный От Бога Не делает Греха Потому что Семя Его Пребывает В нем И он Не может Грешить Потому что Рожден От Бога 1. Иоанна 5.18 Мы знаем Что всякий Рожденный От Бога Не грешит Рожденный От Бога Хранит Себя И лукавый Не прикасается К нему Какими бы Высокими Фразами Не прикрывались Люди Когда страшно Злятся Когда от них Уходят Куда-то Люди Это все Говорит Только Об одном Что Или уходящая Душа Сбесилась Или Осознала Что там Где она Находится Ей не Спастись Руководитель Злоба Страшно Хорошо Оставшихся И стыд Заключается Живут Живут Привычками Традициями Эмоциями Корнями Прошлого А не тем Что нам Господь Говорит По Писанию Тут они Терпят Полный Провал Значит Им постоянно Нужно Черпать Из Преисподней Черпать Черпать Сейчас проверим Так Черпать Черпать Из Преисподней Лживое Обвинение Роднясь В этом С дьяволом Яков 3.6 И язык Огонь Прекраса В неправды Язык В таком Положении Находится Между Членами Нашими Что Оскверняет Все тело И воспаляет Круг жизни Будущий Сам Воспаляем От Гиены У нас Есть Те Кто Вышли Замуж За Принадлежащих К Московской Патриархии Старообрядцам И их Наш Батюшка Благословил Перейти Туда И там Спасаться Проводили Мы их По-хорошему Но сказали Что им Там Духовно Уже Не так Удобно Будет Расти Так Тихотворение Говорящие Вещи И Свечи Отгорают Во цветах Зари Голубой Все Свидетели Тайны Моей Вековечной Без Которой Не жить Ухожу Забираю С собой А тепла Моих Рук Закорузлых Умелых Породнились Бумага И ручка Спеша По листу Столько Буквок Разных Да то ли Несмелых С героическим Пафосом Собраны Их Унесу Эти Доски И я Камыши Соловьи В темноте Ага Давай-ка Церковь Какие верующие Так Да 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 Какие верующие Когда я На Златоусте Говорили так Я знаю Есть неверующие Которые Лучше верующих Златоуст Отвечает Что есть верующие И не такие Это я знаю Вот вчера мне говорят Вот вы говорите Против пьянства И во время проповеди Мы видим в окно Ваши прихожане Идут в шинок Там пить пиво Мы прям в это время Увидели Он говорит Я не говорил Что сумею всех убедить Но если 100 человек Не убедил Ну 10 то убедил Не убил Но одного Хотя убедил Так одного не убедил Но вы то сидите Не пошли Значит у вас убедил И далее говорит Что Верующие не такие Вы говорите Я это знаю Но что Неверующие Именно вот такие Как надо Лучше Этого сказать не могу Почему Потому что Для того чтобы быть добрым У верующего Три причины Первая Страх наказания За грех Это очень сильное Побуждение Второе Обещание Будущих благ И третье Спомоществующая Благодать Божия Когда человек Молится Кается на исповеди Причащается Занятия ходит Это все удержит А он неверующий И несмотря на это Он еще не такой Но каким бы он был Если был неверующим Это сказать страшно Если вот это все У него есть И он еще не такой Бывает раздражается И прочее А у неверующих Ничего этого нет И он бы был такой Чего ты зря говоришь Вот и доказательства Все Дальше Вот Тут еще один вопрос Его тут никак не просчитать Пока мы его не вытащим А вытащить его очень легко Я говорю Тут всего только требуется Несколько секунд И мы опять начнем Поучать Давай Вопрос 1839 Седьмой том Открытым оком Уже седьмой Был шестой том Дальше Сегодня в храмах Почти никто И не знает Что оглашенные То есть Готовящиеся К окрещению Кого устно Оглашают Голосом Просвещают Образовывают Делают Годными Для принятия Крещения Они Не подозревают Что они Не должны быть На литургии Верных После возгласа Оглашенные Из идите А как было В те века Когда и было Введено Это положение О выводе Из храма Оглашенных Выходили ли Они Ответ Что удивительнее Всего Так это Именно то Что установители Этих самых Правил Иконодов Сами и нарушали Их Или гнались За большинством Чтобы только В храмах У них было Побольше Прихожан И даже Очень уж Похоже На это Потому что Что бы Не говорили Эти святые Кого бы Не излечивали Везде Требования У них Чтобы их Подопечные Стали непременно Православными И часто Иноками Отреклись От мира Ушли в монастырь И естественно Чтобы все Своё Пожертвовали На монастырь Им И вот Те Без всякого Научения Соглашались А потом Как современные Мусульмане И цыгане Или казаки Которые Ради Излечения Своих Младенцев Принимают Крещение И тут же Уходят К своему Нечестию 1 Коринфянам 10 24 Никто Не ищи Своего Но каждый Польза Другого Вот ответ Какой Теперь Прямо Копируй Жития Святых Василий Великий Он писал Каноны Как раз и писал Кавычки открыты Однажды Когда он совершал Божественную Службу Некий Еврей Желая узнать В чем Состоят Святые Тайны Присоединился К прочим Верующим Как бы Христианин И войдя В церковь Увидел Что Святой Василий Держит В своих Руках Младенца И раздробляет Его на части Когда Верующие Стали Причащаться Из рук Святого Подошел Еврей И Святитель Подал Ему Как и Прочим Христианам Часть Святых Даров Приняв Их В руки То есть Не в рот Брали А в руки Отдельно Еврей Увидел Что Это Было Действительно Плоть А когда Приступил К чаше То Видел Что В ней Была Действительно Кровь Он Спрятал Остаток От Святого К Причащения И Придя Домой Показал Его Жене Своей И Рассказал Ей Обо Всем Что Видел Своими Глазами Уверовав Что Христианское Таинство Есть Действительно Страшное И Славное Он Пошел Наутро К Блаженному Василию И Умолял Удостоить Его Святого Крещения Василий Воздал Благодарение Богу Немедленно Окрестил Еврея Со всем Его Семейством Во-первых Некрещенный Причистился И Немедленно А каноны Говорят От 3 до 5 лет Оглашения Сам Первый Нарушитель Вели Бог Христианский И Нет Другого Бога Кроме Него Я Отрекаюсь От Богопротивного Жидовства И Обращаюсь В истинную Христианскую Веру Повели Святой Отец Немедленно Преподать Мне Святое Крещение А также Всему Дому Моему А дом Вообще Ничего Не знает Там Никто Не проповедовал Не знает Василий Как раз И был Первонарушитель Своих Канонов Церковь Нарушения Канонов Дальше Надо два Вот этих Взять Три Забрать Сегодня Чтобы с этим Соединить Вот так Это мы сейчас Выделяем Я Нажимаю И провожу Курсором Левой кнопкой Ctrl С Открываем Ctrl В Опять Ctrl А Выделяем Увеличиваем Размер Букв И считаем Вопрос 1894 Седьмой Том Открытым Оком Сегодня Все Свели К чисто Формальному Механическому Действию В церкви Пришел Заплатил Макушку Головы За деньги Помочил Батюшка И ты уже Христианин И тебя Никто не знал И ты Никого Не знаешь Ушел И о тебе Ни один Пастырь Больше Не спросит И не поищет Тебя А если бы Заранее Всему научили Во что верить Во что Креститься Тогда была бы Община Семья Как же Приобретали Новые души Для монастырей Умели ли Искать По изгородям Мира Сего Души Ответ Так и Было Предписано Иисусом Христом Так и Обращали Людей Апостолы Ко Христу Но потом Пошло И поехало Безбожные Попы Не знающие Писания И не любящие Его Им совершенно Чуждо Христианство И для чего Архиерей И ермонахов Держит Он и сам Не ответит Нужно Разогнать Всю эту Разжиревшую Кошачью Стаю Во главе Которой Разжиревший Кот И будут Новые люди И будет Научение 1 Петра 5 2 3 Спасите Божие Стадо Какое У вас Назирая За ним Непринужденно Но охотно И Богоугодно Не для Гнусной Корысти Но из Усердия И не господствуя Над наследием Божиим Но подавая Пример Стаду Обижается Я сказал Котом Назвал Да Бог Назвал Не котом Кот На коленях Лютые волки Не щадящие Стадо Говорящие Превратно Все Эти попы Старой Закваски Они являются Старой Кирилл Не знали Не знали Не знали Во что Их крестят Назвал Назвал И не знали те груди, которыми она питала тебя. Хотя бы твой отец лежал на пороге, перейди по его телу с сухими глазами и беги под знамя креста. В подобном деле единственная истинная сыновья любовь стоит в том, чтобы быть жестоким. Вот главное, вознаградить отца и мать. Петр Афонский, кавычки открыты. А испытай себя так, воздержись от мяса, вина, сыра и масла, и прежде всего от жены, имущество свое раздай нищим. Прилежно молись и постись, испытывая себя сокрушенную душою. Так проведи год, и по прошествии его приди ко мне. И что угодно будет Богу, то придется тебе исполнить. Вот так. Вот сегодня отзыв там, беседовали здесь. Но один человек прожил жизнь во грехах всю жизнь. И сейчас под старость это булгашит все. И она сразу ему ответила. Рахиль, казашка, была свидетеля Хаегова. Она пишет, этот человек больной и неверующий. Она сразу определила. У него веры никакой нету. Он подосипа все подыгрывает. И она его сразу определила. Так, о чем здесь разговор? Не знаю. Ну, что же ты так это? Ну? Ну, тут. Церковь? Пиши тогда. Неверующие. Крестятся. Все. Так. Теперь еще. Надо вот эти два соединить. А то совсем небольшие. На этом закончим сегодня. Ctrl-S. Скопировал. На кончике понес дальше. Открываю страничку Word. Включаю. Активирую. И сразу на двадцатый номер. Хорошо идет. Все. Вперед. Вопрос 1942. Седьмой том открытым окон. Когда церковь была полностью независима, при православных императорах может быть? Ответ. Как раз при них-то и было самое завуалированное рабство. Заболел православный император. В видении увидал незнакомого епископа и решил от болячек через него освободиться. И трижды собирает епископов, как маленьких ребятишек, по своей личной прихоть. То есть со всей империи собирают всех священников, чтобы найти того, которого во сне видал. А тогда какой транспорт-то был? Не на самолете, на ослах, пешком. И не нашел, еще раз собирает опять. Во сне видел, от кого исцелиться. И ни слова о писатель житей не говорит, что это унизительно. 1 Коринфянам 7.23 «Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков». И это совершенно немыслимо было в апостольские времена. Значит, тот, кто писал, будь то Сафроний, Филарет или Дмитрий Ростовский, были уже проникнуты духом раболепства перед мирской властью, когда она считалась своей православной. Им уже привычно было служить на побегушках. Спиридон Тримефунский. 4 декабря. Кавычки открыты. Констанций, сын Константина императора. Долгое время царь был в недоумении. И, наконец, по чему-то доброму совету собрал к себе епископов из всех окрестных городов и искал между ними виденных им видений двоих, но не нашел. Тогда он собрал епископов во второй раз и теперь уже в большем числе и из более отдаленных областей, но и среди них не нашел виденных им. Наконец, он велел собраться к нему епископам всей его империи. Чтобы найти, что во сне видал. Царь хотел возблагодарить святого за свое исцеление. По его молитвам и предлагал ему множество золота, но он отказался принять, говоря, «Нехорошо, царь, платить ненавистью за любовь, ибо то, что я сделал для тебя, есть любовь. В самом деле оставить дом, переплыть в такое пространство морем, перенести жестокие холода и ветры. Разве это не любовь?» Вот во что обходилось это путешествие. И при том не один, три сотни епископов удовлетворить царя, найти того, кого он во сне видал. Да большего раболепца даже не придумаешь. И за все это мне взять в отплату золото, которое есть причина всякого зла, и так легко губит всякую правду. Вот теперь да. Забывчивость, забвение, этот мед, услада, облегчающая прихоть. Невыносимое к утру уже пройдет. Волнение улеглось и стало тихо. Потери, расставания и просчеты заглаживает время незаметно. Следы покинувших размытые нечетки. Вслед за зимой весна приводит лето. Счастливый Иов снова многочаден. Стада удвоились, награда за потерю. Хотя прошедшее недалеко, а рядом, но ожидаем лучшего и верим. Сегодня так прекрасно и как раз по силам в моготу переносимо остановись мгновенье или страсть о изменении на вожденье мимо. Пусть так и оставалось бы всегда. Неизменимое и что уже притерлось. Но где-то на подходе вновь беда. Из перемен шуршит шершавой теркой. Священное Писание обещает, настанет день вселенская константа. Не повторится ни одной печали. В раю не будет псов и супостатов. Бог не припомнит наших преступлений. Останется хвала, благодаренье. Вот там пред Ним преклонят все колени. О прошлом память с непредвзятым зрением. Но будет ли забвенье у спасенных, у неспасенных брошенных в огонь? Нам не глаза нужны, а водоемы, залить раскаянием ужасы агоний. Истертое из памяти прощение, кошмары сновидений истребило, мучения за прошедшее в крещенье, погребены спасителем в могиле. О чем здесь речь шла? Рабы-человеков. Так, ну давай запишем. Церковь. Рабы-человеков. Теперь снова. Последнее. Вот это соединяет. Ну а что тут? Я даже вот так выделить могу. Ctrl-S. Так. Теперь вставляем. Ctrl-V. Ctrl-A. И шрифт 20. И сразу же поехали. Вопрос 1946. Седьмой том открытым оком. Почему так многое изменили в православной церкви? Даже в причастии, когда подают из такой неудобной ложечки, даже название у нее такое компрометирующее, лжица, напоминает о лжи. Зачем это все сознательно искажали? И главное, когда человек крещение принимает, на крещение написано, говорит, и говорит, снимает с него сращицу. Ну, можно сказать, там, сорочка или как-то. Ну, по-русски-то сегодня это напоминает о чем-то другом. Ответ. И это из благих намерений. Умничали до полного забвения Библии. Придумали имена, великие. А в действительности они и были самые настоящие великие реформаторы, исказившие ясные слова Бога Всемогущего. То есть реформаторы в обратном управлении. И эти искажения приняли, даже и не обернулись на слово Христа. На слова Христа. На слова Христа. И так будет до суда Божия, до великого и страшного. Тогда слово Божие займет место судьи. Евангелие Теана 12, 48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его последний день. Судить будет слово. Мне вот это первый раз, когда я просчитал в 64-м году, все остальное отмелось. Меня Бог будет по Слову Божию. Поэтому остальное мне знать, все конституции мира, все правила, предрассудки, предания. Ничего мне это не надо будет на Суде Божьем. Только Слово Божие. Я на него устремился. Изучаю его 54 года уже. Второе, Фессалоникийцам 2, 2. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами послано го. Ну, будто бы там что-то известно. Смотри в Библию святую. У нас для нас это синодальный перевод. Иеремия 14, 14. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное имя моим. То есть во имя Господа, благословение, это все будет. Я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им. Они возвещают вам видение ложное и гадание и пустое и мечты сердца своего. Спросите Иоанна Дамаскина, откуда он взял, что мощи резать надо, что в каждой клеточке там благодать и она перейдет на тебя. Кто позволил Сергию Радонежскому размонашивать, иноков посылать на войну? Канона это гласит, его надо было сразу под клятву извергать. Кто разрешил все каноны сегодня попирать ногами? Так, Иеремия еще прочитать. Иеремия 23, 21. То есть не от Бога это. А теперь святая, святое, камушки там, матронушки едут день и ночь. Бог не повелевал это делать. Арсений Великий, 8 мая, кавычки открыты. Не должно удивляться тому, что братья принимали в руки честное тело Христова. Во первые века христианства и непосвященным позволялось брать в руки святые дары и уносить их собою домой или в путешествие. Но впоследствии отцы и учители церкви запретили это делать и по следующей причине. Во время патриаршества святого Иоанна Златоуста в Константинополе одна женщина принесла домой святые дары и смешала их с какими-то снадобьями для волхвования. Узнав об этом, святой Иоанн Златоуст сделал распоряжение по всем церквам, чтобы честное тело Христова не предавалось в руки христианам, но чтобы вместе с божественной кровью преподавалось верующим из чаши. О подобном же святой Дмитрий Ростовский говорит по 9 ноября в повествовании о житии преподобные феоктисты. Ну и что? Перестали воровать или что-то? Да ничуть не бывало. Это ни грамма не послужило к спасению от поругания тела Христова. А вернуть назад уже никогда не вернуть. А нас все спрашивают, сектанты, а почему поврось? Ничего не можем сказать. Искажение. Отступление от Слова Божия. И стихотворение. О чем бы мы с тобой ни говорили, рассматривая повороты и несчастье, до нас уже подобные варили. Выскисало, пухало, а теперь запчасти. Для нас сегодняшних тогдашнее в накладку. Перелицовывать кому-то после нас. Теперь нам легче, но тогда с оглядкой. Как по-морскому скажут на компас. Те образы различные. Тот злой, а этот добрый. Несчастный, озверевший и погибший. Жена у праведника стала хуже кобры. Пророк роптал, что бури нет затишья. С тех оголтелых мы снимаем мерку. Отчерчиваем контур на свое. Маячит красный свет. Инспектор в виде смерти. И не поможет нам ни мед, ни мумиё. Мы соглашаемся, что мы не лучше павших. Нам вовремя не поздно оступиться. Противник на хребте согнутость нашу пашет. И выход лишь один. Иисусу покориться. Они далекие. И праха нет от них. Экранизируют библейское комогря деши. Раскидают в пыли замершие пни. Тогдашний всадник нас прообразует пеших. Не озирайтесь, жены и мужья, наброшенные в гибнущем Содоме. Остались без работы, без жилья. Те образы библейские потомкам. Примером от обратного герои, похожие на каждого из нас. Им нечего уже не перестроить. А мы? На что у нас нацелена казна? Быть может, и о них бы помолиться. Зачтется пусть учительство худое. И все тогдашнее, не где-то, но ужасно близко, братается и с нашою бедою. Восьмое сентября. Ой, о чем там речь? Только прочитаю и тут же забыл. Считай. О изменениях в церкви. Церковь. Вы тоже забыли, да? Я тоже забыл, просто тоже. Да при чем тут я-то? Ты должен, ты считаешь, ты и запоминай. Я слежу за контуром. Тут же меня сунул успел. Так, измени. Хамови ты ему уже. Измени я. Все. Ты субординацию совершенно не соблюдаешь, брат. Тебе эти слова не положены говорить? Я тебя спрашиваю, побуждая запоминать. Это я отвечаю за капитры. Я знаю, что говорил и написал. Ты готова и считаешь-то. И мне нужно, чтобы ты хоть маленько что-то запомнил. А ты помнишь? Ну все, сказать ненормальный, не скажешь нормальный. Я не так сказал. Ну выдели это из тебя. Я сказал, вы тоже забыли, я спросил как бы. Я не сказал, вот ты помнишь. Я тебе сколько раз говорил. Не надо оговариваться. Не надо. Это целый урок мы проходим здесь. Это ничего тебе вопрых не дает. А потом это от тебя людей отталкивает. И тебя никогда не будет близких людей. Все будут знать хамовиты. Плюется на каждом шагу, как верблюд. Зачем тебе это? Все на этом у нас сегодня. Снимай. Займись этим делом. Ну, прекрасно.